Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 февраля. И вот перед тем, как начать пикировать новую партию томатов, я хочу рассказать, поговорить немного о тех, которые я пикировала 6, 7, 8, 9, 10. Вот прошло 3 дня, 4 день. Видно, что они распикированы давно, потому что у меня вот здесь, смотрю, взошла трава, сорнячки начали всходить, а томаты как будто застыли в одной паре. Они вот как были с двумя листиками, так и остались. Сегодня утром я мельком говорила на эту тему, когда показывала вот эти сеянцы, что очень-очень много людей встревожено тем, что рассада замирает в росте. После пикировки люди смотрят, 2 дня прошло, 3 дня прошло, 5 дней прошло, 5 день пошел, а она не растет. И многие думают, особенно начинающие, это ошибочное вот такое, как боязнь ошибочное, ошибочное мнение, что что-то там не так, что-то сделали вы неправильно. Поэтому, хочу всех успокоить, это как раз правильный такой режим, вот, ну, правильный сценарий, по которому идет томат после пикировки. Я уже говорила, когда пикировала, ну, не все слышат, не все считают, ну, как, не все считают нужным вот эти фразы, которые я говорю, что я говорю, что пикируем-то для того, чтобы притормозить рост рассады, чтобы развивалась нижняя подземная часть, а чтобы вот эта зеленая масса не нарастала. Только из-за этой причины иногда некоторые люди пикируют 1 раз и 2 раза, для того, чтобы рассада не вытягивалась. Вот этим мы притормозили, и это вполне естественно, и это нормально, это даже очень хорошо, это плюс пикировки, когда растение прекращает наращивать зеленую массу, а все бросают все свои силы на увеличение корневой системы. Она сейчас будет у вас разветвленная, такая, как, ну, как слово такое, мочалистая, что во все стороны. Мы когда сюда высаживали, она же был стержневой корешок и несколько-несколько маленьких боковых. Теперь вот начнут расти боковые корешки, они будут не просто расти, а еще у них будут разветвления. И через некоторое время я вам покажу, что здесь вот на черном фоне будет видно молодые такие белые корешки. Их будет много-много, они как паутиной вот так вот обовьют весь этот ком. Это значит, что корневая система активно осваивает вот весь этот объем 200-граммового стаканчика. И только когда она по-настоящему будет такая плотная сцепка с землей, когда корни начнут пронизывать, все это начнет расти надземная часть листики. Это нормально. И это вот как раз одно из тех преимуществ пикировки, что в эти зимние месяцы при ранних посевах пикировка маленько приостанавливает рост вот этих, вот это высокорослые ботяня. Если бы я его сюда не засунула, в стакан с углублением, и мало того, что там корень начнет разветвляться, тут же еще и на этих, на самом стволике, на стебельке тоже начнут развиваться дополнительные корешки. И все идет прекрасно. Если бы я его туда не засунула, он сейчас, вот глядя вот на эти, я сегодня показывала, у него сейчас был бы уже третий лист. Потому что корневая система не очень развивалась бы, а развивалась бы вот эта зелень. Ну как там, корневая система ей так хорошо, она уже как вцепилась в землю, и все, она бы начала гнать листву. Сейчас этого не будет происходить. И про полив. Я уже говорила, что сейчас, вот на этом этапе, самое главное, не переувлажнить и не перелить грунт, чтобы не испортить им жизнь. Вот сейчас корневая система там в таком состоянии, она бурно развивается, она хорошая будет, сильная. Но мы можем испортить ее, если мы будем часто поливать. Вот у меня три дня прошло, четвертый день, я ни разу не поливала, не буду поливать еще столько же. По крайней мере, неделю, шесть или семь дней я постараюсь выдержать, чтобы не поливать. Вот сейчас буду пикировать вот эти сеянцы. Я сегодня уже показывала, что разница есть великая. Вот эти можно было бы еще не пикировать. Они не вытянулись. Ботяню я пикировала вынужденно, потому что он из-за своего строения, вот этого куста, он был уже вот такой вот был. Он был тонкий и длинный, и ухудшается качество рассады, вот такой вот длинноногой, если мы ее вовремя не распикируем. Эту можно было бы не пикировать. И вот у меня уже спрашивали и в стаканчике, ее можно было бы посеять и сразу в стаканчике. Почему я не сею сразу в стаканчике? Потому что мне нужна выбраковка. Я возьму для себя только самые сильные, а слабые уберу. А если бы я посеяла в стаканчики, тут получается, что какой-то и не взойдет. Какой-то взойдет слабый, хилый, будет занимать место. Сейчас у меня в стаканы пойдут только самые крепкие, самые такие коренастые, сильные. Как я уже говорила, будет спартанский отбор. А слабенькие, хиленькие мы оставим. Все, до свидания. Я сейчас буду пикировать. Я еще раз, уже теперь камеру близко не буду подставлять. Кому нужно подробности пикировки, было видео, где я очень подробно, очень длинно рассказывала. Сейчас буду пикировать, и только основные вот эти положения, ошибки, которые нам не нужно допускать при пикировке, я озвучу. И быстренько растолкаю их по стаканчикам. У меня уже все готово. Я вот грунт приготовила, стаканчики набила, все промаркировала. Сейчас будем работать. Все, до свидания.